всем привет меня зовут катя и вы на моем канале о вязании сегодняшнем видео у нас немножечко готовых работ у нас обзор нового платного на этот раз мастер-класса и несколько покупок один одна из которых из покупок это органайзер который я себе приобрела для своих вязальных всех принадлежностей и 2 покупка это пряжа начнем наверное с готовых работ и с анонса мастер-класса и так первое это вот такие жирафики значит первым жирафиком был связан вот этот вот товарищ вот так он выглядит сзади хвостик пятнышки пришиты здесь чем они отличаются они отличаются только телами вот после того как я связала вот этого жирафика у него такое тело с небольшим пузиком до подобные пузики у многих моих игрушек и я собственно хотела чтобы на основе вот такого одного тела да можно было связать там представив разные головы разные игрушки но вот здесь может быть из-за того что жираф сам по себе предполагался с более длинные шеи он то есть тело более вытянутое и мне как-то но скажем так не очень нравится этот вариант тела может быть нужно было это пузико поднять чуть выше вот сюда но то есть не знаю мне он не очень понравился честно он нет смысле он симпатичный все хорошо но мне хотелось что-то помудрить с телом поэтому то есть я все отсняла уже собирался записывать мастер-класс или выпускать мастер-класс но что-то вот мне не нравилось и я решила связать 2 жирафика вот такой и вот этот вариант тела то есть здесь ну тоже в принципе есть пузико да есть сзади вот это тут здесь непосредственно это пузико вывязывается дать здесь более ровненько а вот здесь вот имитация пузико здесь просто все с убавками без всяких вывязываний и даже я бы сказал этот вариант более простой то есть вяжешь вяжешь делаешь убавки здесь немножечко по-другому я вязала тело как я не вязала то есть другое изначальное количество петель в кольце столбиков кольцо амигуруми чуть-чуть я увеличила тоже удлинила шею по сравнению вот с этим жирафиком голова осталась прежней и здесь мне но пятнышки тоже имеют место быть можно их вывязывать но во первых да этот процесс более длительным этот процесс более трудоемки потому что сначала все эти пятнышки связать потом все эти пятнышки пришить вот поэтому здесь я уже просто их вышивала и честно говоря мне такой вариант все-таки у жирафа они не круглые пятнышки то есть как мы все привыкли пришивать да они такой своеобразной формы но все-таки более прямоугольные что ли есть и более треугольные прямоугольные там форме трапеции какие-то но нет не круглые поэтому здесь я их просто вот таким образом вышла и рожки все-таки сделала чуть-чуть другие и сделала их не полностью коричневые как-то такой вариант ну не знаю мне не очень более классические то есть частью верхняя коричневая остальное желтым цветом и не стала здесь вывязывать гриву этот вариант прописан в мастер-классе как ее вывязать как сделать но вот просто два разных варианта чтобы иметь представление как будет выглядеть с гривой как будет выглядеть без гривы и здесь единственное чуть-чуть просто сейчас расскажу мордочки все одинаковое но здесь когда вышивала вот эту мордашку просто стянула то есть вышивая здесь стянула вот вот эту ниточку черную до при вышивании и такая имитация ноздрей тоже получилось здесь вот таким образом вышла тоже как вариант вот сзади тоже хвостик хвостик вывязывается голова здесь пришивная сидеть ну чисто теоретически да он может но с опорой да то есть самостоятельно сидеть он не будет ножки ввязаны ручки ввязаны но и остальное соответственно голова пришита мордочка рожки и ушки это пришивные хвостик вывязан по пряжи здесь стандартная для моих игрушек таких вот для малышей это хлопок стопроцентный хлопок ализабелла в 50 граммах 180 метров или в 100 граммах 360 метров крючком я вижу эту пряжу 175 и вяжу полу крестиками вот я думаю что можно посмотреть насколько плотная вязка то есть в общем то он довольно плотно набит но нигде ничего не просвечивает никаких дырочек нет на голове то же самое можно посмотреть вот так это выглядит по этому жирафику я его спрашивал кстати у вас у подписчиков во вконтакте как его назвать было много вариантов имен и я остановилась на жирафики жоржики поэтому данный мастер-класс так и называется жираф жоржик вот знакомьтесь так рост у меня насколько я помню указан в мастер-классе сейчас еще раз с вами померяем 20 сантиметров если без учета рожек и соответственно с рожками если мерить от и до около двадцати трех сантиметров так это что касается до стоимость мастер-класса 350 рублей что вы каждый раз тоже спрашиваете что в моих мастер-классах в основном все мои мастер-классы идут это формат не в основном они все идут формате pdf они все идут описание вязание процесса вязания фотографий и в основном есть видео каких-то сложных моментов чаще всего это то что сложно показать на фотографиях то есть это утяжки утяжки оформления в каких-то мастер-классах есть еще видео как пришить мордочку как видите здесь вот несмотря на то что мордочка она связана другого цвета никакой нитки нигде вот этого шва его не видно об этом тоже есть но у меня это есть и бесплатные насколько я помню на канале есть бесплатное видео на ю тубе как я пришиваю мордочки по-моему мы мы есть вот так что вот такие его два красавца у меня родились и еще расскажу вышел по ним мастер-класс дальше что касается готовых работ я кстати довольно много времени провозилась особенно с первым жирафиком как-то с ним было но больше недели наверное я его вязал то что параллельно вязала и плюшевые еще игрушки ну чтобы хоть что-то было что показать и этот второй жирафик связался уже как-то быстрее с первым вот все очень 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 долго было дальше что касается готовых работ буквально сегодня связался вот такой котик так сейчас вот так вывязаны у него лапки подушечки на лапках и здесь тоже то есть вот такой он милашный в основе этого мастер-класса вернее не в основе а полностью котик связан по моему мастер-классу плюшевый котик стоимость мастер-класса 300 рублей сзади хвостик хвостик тоже увязывается ножки ручки связываются голова вывязывается пришиваются только ушки носик здесь клеевой как и у большинства моих подобных плюшевых игрушек вот единственное что мне хотелось это вот таким образом оформить лапки и показать вам что на основе одного и того же мастер-класса просто добавив вот такие малозначительные скажем так детальки на уже совершенно другой вид у этого котенка получается здесь сразу тоже скажу может быть кто-то захочет повторить по мастер-классу до 1 вот этот 6 столбиков вначале я вязала розовым цветом на ножках и здесь и здесь дальше после того как связанные связана ножка наполнена наполняю я плотно вот эту нижнюю часть ножки и сделано три утяжки утяжки я делала белый ниточка а потом просто вышла их черной ниточкой и вышла розовый плюшевый пряжи такие подушечки и на лап здесь тоже самое также вышит и 3 как бы пальчика да и вот вышиты подушечки вот теперь что касается так носик ли его я сказала глазки 16 миллиметров как и у всех подобных моих игрушечек по росту потому что это пряжи новые сейчас мы заодно и про пряжу ну да также 21 сантиметр получается вернее нет не также 21 сантиметр у меня получаются игрушечки из тонкой плюшевой пряжи которая 100 грамм 160 метров до но это как волонс с визор или гималая долфин файн из обычной плюшевой пряжи 100 грамм на 120 метров игрушки получаются 24 25 сантиметров и сейчас я покажу что это за пряжа это вот такая пряжа новая для меня заказывала набор на wildberries на в наборе было пять оттенков это черные просто что тут название там для прима плюшем плюшем так и здесь как видно написано то же самое 100 грамм 120 метров но на мой взгляд она больше похоже на велюр чем на плюш то есть вот есть какой-то у нас я на арт велюр и в гималай по моему тоже есть велюровая пряжа она с таким она более гладкая она отлично замечательно скользит по крючку да кстати крючком я вязала три с половиной хотя обычно плюшевую пряжу вяжу четверкой но здесь мне казалось что это как бы самый оптимальный номер крючка четверкой будет кстати что здесь здесь 45 вот написано но для меня три с половиной не не больше но опять же для моей плотности вязания вот и мне кажется она все-таки как-то тоньше она более блестящие более такая прям вот скользкая скользкая я бы сказала довязать легко и быстро сыпется дам в процессе вязания сыпется вот ну в общем и целом мне понравилось но еще раз говорю несмотря на такую такой же размер у этой пряжи такую же длину нити вот игрушки получается существенно меньше поэтому как вариант эту пряжу я считаю я буду заказывать я буду из нее вязать но просто надо учитывать что игрушки получаются небольшие вот еще раз говорю несмотря на подобный подобную длину нити и подобный вес этой пряжи вот у меня было пять моточков вот как раз белый серый черный и еще один оттенок серого и молочный цвет из них я тоже сейчас начала вязать игрушку но сюда не стал приносить там в основном но я думаю что если вы ведете на вайлберис вот эту пряжу то выдаст вам там ну довольно большое количество наборов стоил набора с пяти штук что-то около 9 960 рублей как-то так вот поэтому но мне понравилось в общем и целом так это что касается новых работ но с новыми работами на данный момент все и сейчас покажу какой органайзер как бы нам так это сделать чтобы его все-таки было получше видно вот так вот он выглядит у меня возникла проблема в том что все мои вот эти вот приспособления ну то есть крючки какие-то ручки карандашики ножницы клей вот у меня тут еще маленький блокнотик да но там круглогубцы которыми я тоже часто пользуюсь ну то есть вот такая вот не столько даже мелочевка здесь в ящичке у меня постоянно теряются вот эти маленькие ножнички они постоянно куда-то закатывали заваливались я их вот постоянно теряла маркеры тоже валялись умеет естественно не все то сюда я положил только вот несколько чтобы пользоваться остальные лежат в других контейнерах это вот все оно лежало в разных контейнерах крючки у меня лежали в косметичке карандаши где-то вообще валялись ручки когда они нужны были постоянно их не найти ножницы тоже постоянно терялись зажигалки ну то есть вот это вся мелочевка здесь у меня счетчик рядов здесь я уже тоже их показывала это иголки которые алюминиевые для пришивания да вот такие вот и мне нужно было какая-то сначала я начала вообще поиск с непосредственно органайзера такого тематического который так и идет органайзер для крючков он так и называется форме тоже такой ну сумочки не сумочки косметические косметические у нескольких отделений с несколькими отделениями туда крючки там тоже есть какие-то отделы для всякой мелочевки но там точно также все крючки они как и в пенал засовываются в отделение дано резиночки и каждый раз то есть это нужно открыть пенал вынуть крючок потом этот крючок туда обратно засунуть мне такой вариант все-таки не очень удобен плюс все остальные то есть одно дело я здесь открыла передо мной все другое дело это в каком-то кармашке куда-то вниз закатилась из этого кармашка как-то нужно достать вот и мне вот этот вот вариант когда вот мне нужен карандаш я его достала мне не нужно опять же открывать косметичку доставать карандаш потом его убирать на место точно так же с ножницами там или еще с чем-то да клей вот у меня тут тоже туда я показываю вот тут у меня и клей стоит а вот я стал искать именно органайзера вот здесь у меня сверху еще стоит игольница ну такая страшная не буду ее показывать но она точно так же то есть вот в таком виде у меня все стоит на диване там где я сижу и этот органайзер можно вот пожалуйста в любое место передвинуть не надо тащить с собой кучу вещей не надо тащить с собой косметичку с крючками косметичку там с какими-то карандашами отдельно ножницы коробочки со всякой мелочевкой зажигалки и так далее вот то есть взял и куда нужно баню вас ссылка на этот ну если вдруг кому-то нужно хотя органайзер пластиковый на вайлберис набирайте огромное количество их огромное множество с ящиками без ящичку с конца теками ну то есть всякие всякие ссылка у меня есть в группе во вконтакте можете пройти посмотреть по ссылке если ну если понравилось заказать ну или какой-то подобный себе органайзер и кстати напишите пожалуйста тоже интересно в комментариях в каком виде хранятся у вас все эти инструменты но интересует именно те естественно это далеко не все естественно мне есть еще и крючки и там иголки и маркеры все остальное она просто лежит других местах именно то что вот вам нужно под рукой вот вы вяжете вот мне нужен крючок три с половиной миллиметров от а потом мне резко нужен крючок там какой-то меньший да то есть вот я отсюда достал отсюда я сюда положила крючки побольше размером здесь в основном крючки которыми я пользуюсь для плюшевой пряжи и здесь крючки которыми я пользуюсь это все клаверовские крючки вот они которыми я пользуюсь при вязании из хлопка вот и в общем я вот для себя мне очень такой вариант удобный я хочу что-то подобное потом и детям тоже на столы их заказать письменные потому что и много отсеков и тоже всякая мелочевка но понятно он изначально идет как органайзер для канцелярии пожалуйста сюда какие-то стерки и точилки маленькие там ножницы карандаши и фломастеры да все что угодно в общем-то под все что угодно можно приспособить довольно компактный довольно аккуратный при этом на мой вкус очень удобно теперь мне осталось какую-то вот игольницу все-таки хочется ее как-то поменьше менее объемную и вот чтобы она как раз вот сюда легла как-то эти все большие иглы наверное убрать вот сюда же на стаканчиках поставить а вот маленькие булавочки чтобы они здесь были на просто это уже ей сто лет и она конечно не очень удобно потому что здесь растянулась пряжа и все эти вот булавочки особенно которые без вот таких булавочки еще ладно иголки и вот так утопают и я потом начинаю прям вот пальцами их оттуда пытаться на ощупь искать тоненькие какие-то иголочки потому что они туда попадают не ну не очень удобный вариант все таки вот это вязаная надо какую-то ткань его или ну не знаю какой-то вариант заказать игольницы посимпатичнее вот сюда поставить вот вроде бы все что я хотела рассказать на данный момент да вот я тут нашла что у меня и тут еще лежат маркеры мы сейчас их тоже вот сразу сюда уберем вот все про новые игрушки рассказала про небольшие покупки рассказала про новый мастер-класс рассказала все показала всем спасибо за просмотр всех жду у себя в группе во вконтакте лайки как обычно подписывайтесь кому интересны и всем пока пока